Здравствуйте! В эфире программа «Вечные ценности». И сегодня у нас в гостях общественный деятель, блогер, чемпион Республики Казахстан по паратанцам Фируза Калюкова. Фируза, добро пожаловать к нам в студию. Спасибо. Да, и сегодня мы хотели бы поговорить именно про танцы, про вашу общественную деятельность, про блогерство. Вот именно еще вас знают так же, как телеведущую. Как удается совмещать все это? Ну, как удается совмещать? Мне кажется, если есть желание, то можно найти время. Тут смотря уже какие приоритеты, что для тебя важно, для этого ты найдешь время, потому что есть же пословица, если хочешь, будешь искать возможности, не хочешь, будешь искать причину. Вот, поэтому, ну, удается пока все совмещать. Это как хобби, да, у вас? Основное, это у меня то, что я репетитор. Это моя прям работа, которая приносит мне деньги, которая меня кормит. Да, я преподаю, я преподаю, я репетитор по-английскому для детей. Еще, кстати, я сейчас еще актриса, инклюзивная театра стала. Поздравляю. Добавьте туда. Да, спасибо. Вот. Остальное все у меня хобби, да. Танцы хобби. Для меня хобби, как отдушины. Вот. И сейчас то, что я еще приняла приглашение стать актрисой в инклюзивном театре, тоже занятие для души. Ну, нас также смотрят именно родители детей с инвалидностью, сами дети с инвалидностью. Мне кажется, мы будем, то есть, ваш пример, он будет таким мотивирующим как раз для наших зрителей. Я только за это, да. Потому что я всегда считаю себя мотиватором, и это цель, наверное. Моя миссия, твоя миссия. Чтобы мотивировать, наверное, людей. Для этого мы здесь. А вот я знаю, что вы в августе проводили благотворительный выезд для детей из многодетных семей, из малообеспеченных семей. Вот именно... Скажите, как возникла идея? Сколько детей вы смогли отдохнуть? И получилось ли вот этот вот, ну, ваш проект, сказать, ну, реализовать? Ну, если все начнется сначала, то есть, это вообще дети, это мои ученики. То есть, не было так, чтобы я ходила, искала, вот я хочу кого-то повестить. Ученики по-английскому? Это ученики, да, которые учатся у меня, именно, которым я преподаю. У меня есть благотворительный час, где я преподаю именно для детей из малоимущих семей, из многодетных, сироты. Те, у которых нет возможности нанять репетитора. Вот. И как у меня возникла идея? Не знаю, мне... Вообще, каждый раз коплю себе на отпуск, и тут мне захотелось как-то обрадовать их, устроить им каникулы, свозить их на море. Мы в Актау поехали. Их было у меня шесть детей. Все счастливые, все довольные, все родители, я не знаю... Они меня так встречали, когда мы прилетели, что, я говорю, меня даже после соревнований так не встречают, как встретили их родители. Вот. Это благотворительный проект, первый благотворительный ваш проект. И, ну, такой вопрос, наверное, почему вы стремитесь помогать? Во-первых, я хочу сказать, что это мой не первый благотворительный. Ну, наверное, помнишь или нет, мы устраивали здесь, в Казмедии, трансляцию боев Головкина, да? И вот тогда у меня была идея устроить благотворительный показ, чтобы люди могли прийти, купить билеты и найти билеты, хотя до этого не проводилось именно на платной основе. Всегда было бесплатно. Я тут замудрила, давайте сделать платно, зато на собранные деньги мы поможем кому-то. И была девушка, которую я сама нашла в Фейсбуке, она нуждалась в коляске, в активной коляске. Вот. И на собранные деньги, мы не то, что ей купили коляску, мы еще ее привезли сюда, в Астану с ее сестрой, устроили в гостиницу. Она в первый раз летела на самолете, в первый раз была в Астане. Мы, ну, вот такой был суперпроект у нас тоже в моей жизни, в котором я имела честь присутствовать, наверное. Все мы тут люди временные на земле. И нужно что-то оставлять после себя, хорошее, потому что когда мы уйдем туда, будут считаться наши дела, которые мы сделали. Чем больше благодарных людей, наверное, именно из-за твоего какого-то поступка, из-за твоего, не знаю, намерения. Ага. А вот у вас в соцсетях написано, что, ну, одна из ваших целей, жизненных целей, мотивировать людей, именно оказавшиеся по воле судьбы, ну, на коляске. И это, ну, я просто сам по себе знаю, что это непросто. И, ну, как у вас это получается? Получается. Скажи мне, а у меня получается? Ну, как вы считаете? Ну, вот вы как человек со стороны. Вы реализуетесь больше как в благотворительности. Вы как общественный деятель. И вы как-то это все совмещаете. В то же время телевидующее, в то же время преподаете английский язык. Вы же несете именно... Ну, вы полезное обществу. Я очень надеюсь на это, что я полезна обществу. Ну, как получается, мотивировать. Наверное, чтобы кому-то помочь, нужно сначала помочь себе. Если ты сам полон внутри, не знаю, света, энергии... Мы не можем поделиться тем, чего нет у нас. И сейчас, когда мне многие пишут, люди в Инстаграм, Фейсбук, то, что я там чем-то даже просто словом помогла, я прям, не знаю, мне бывает такое, что прям хочется заплакать. Мне недавно тоже писал один мужчина. Он говорит, я, говорит, не мог решиться уехать, жить за границу, потому что тоже находится на коляске. И уехал, говорит. После, говорит, вас, то, что, говорит, насмотрелся, начал мечтать и так далее. Ну, это один из примеров. Если... В первую очередь, надо быть примером самому. Если ты не можешь чем-то поделиться, значит, ты пуст. Ну, вы все равно смотрите как-то... Я все смотрю позитивно. Да, и еще, да, я более позитивна, да. Я стараюсь искать всегда какие-то позитивные моменты. Ну, чтобы именно видеть жизнь в созидательном, позитивном ключе, это же все равно внутренняя работа над собой. Вот, конечно. И причем это очень большая работа, колоссальная. Вы можете, ну, дать, скажем так, такое направление? Это психология, это самопознание. То есть что является именно вашими знаниями или вашим, как бы, таким бесценным опытом? Ну, что мне самой помогло, когда я была сама в депрессии, это книги. Это книги. Я просто читала там, не знаю, одну за другой, чтобы как-то понять суть, почему люди все это пишут, почему там кому-то помогают, а кому-то нет. Мне же тоже должно тогда помочь. Вот. В основном это для меня были книги мотивационного характера. Вот. А так я сама, конечно, тоже была, не всегда была такая, что была на позитиве. Когда я сама переехала в Астану, у меня ребенку было 5 лет, я еще переехала после развода. Для меня были самые трудные первые 3 года, когда я сидела дома, плакала и думала, все, кроме этих 4 стен, у меня больше ничего не будет в жизни. Вот. И сама себя я вытащила, можно сказать, поэтому я всегда говорю, что каждый сможет только сам. Кто-то, что пришел там, я не знаю, тебе сказал, ну, конечно, это бывает, что тоже кто-то может помочь каким-то словом, поступком, толкнуть тебя, да, что-то. Но пока ты сам в голове это не поймешь, что нет. Если будешь думать, что я там никому не нужен, вот так и будет. То есть убирая жалость к себе, убирая именно те слабости, да? Да. То есть усиляя именно те сильные стороны в себе. Ну, надо так, да. Это и есть работа над собой, да. Потому что... Да. Ну, больше никак. Я больше не знаю, что сказать, потому что это было единственное, что мне самое помогло. Ну, возможно, ваш опыт, невозможно, точно, наверное, ваш опыт будет очень полезным для других людей. Я очень надеюсь. Можете поделиться именно, какие книги именно очень сильно подействовали на вас? Конечно. Конечно, я всегда об этом говорю и даже делюсь книгами, даже дарю своим иногда знакомым эти книги. Это книги Ронда Бёрн. Наверное, многие даже слышали про фильм «Секрет». Наверное, ты тоже знаешь, да, и вот её книги это «Сила и магия» называются. Магия там идёт. Это не магия, а про силу мысли. Прям практика из 28 дней. Ты 28 дней просто начинаешь себе делать ремонт мозга. Это книга или курсы? Это книга. Это не курсы. Это книга. Это книги. Вот. Ещё какие книги? Всё. Это единственные две книги «Сила и магия», которые вот на меня очень сильно повлияли. После них я только начала смотреть по-другому, понимать, что искать позитив, искать другие моменты. Вот. А были ли, например, для вас примеры вашей мотиваторой, которые действительно повлияли на вас? Да, конечно. У меня мотиватор. Это была Ксения Безуглова. Ксения Безуглова, знаете? Слышала. Это мисс Мира среди женщин на колясках. Вот до неё, я, честно говоря, когда только сама села на коляску, я когда сфотографировалась, когда мне там, не знаю, я всегда пыталась спрятаться, то есть чтобы не было видно коляски. Вот. Когда просто я её увидела, я вижу, насколько такая сильная женщина ведёт за собой людей. Я подумала, я хочу быть такой же. Вот. Вот для меня она мотиватор. И всё началось с принятия именно себя. Да, конечно. Без этого никак. В августе этого года казахстанские паратанцоры завоевали 7 медалей на международном турнире Японии. Я знаю, что среди победителей была и ну, ваша с Максатом Сосинбаевым пара, да? Расскажите вот именно про эти соревнования, где они проводились и большая ли была там конкуренция? Это было международное международное соревнование. Оно было в Японии, в Токио проводилось. Мы с Максатом танцевали, мы вообще всегда танцуем в категории комби-стандарт. Это такая европейская программа, где нахуй пять танцев, такие как вальс, танго и так далее. Вот. Мы заняли второе место в нашей категории. Вообще принимало участие в семнадцать стран. В семнадцать стран. И конечно, как я сказала, что мы заняли в нашей категории. Категории было всегда очень много. Ну, несколько. Такие как Ду, когда оба на коляске, одиночки и так далее. А я вот танцую с Максатом, он здоровый. То есть он сам уже с профессиональным танцором преподает уже. Сам танцует с детства. Вот. Вообще как получилось, как я вообще еще попала в танцы. Вот. Вот. У нас как раз вопрос сейчас. Я наперед пошла. Что привело вас к танцам? Это творческое, это отдушина, это может быть то, что вы хотите сказать своими эмоциями и как раз проявляете в танцах. Можно ли? Вообще в танцы я пришла не сама. То есть мне позвонили с Алматы. там есть женский клуб Алматы и один из ее участников мне позвонил и говорит мы с Ассоциацией спортивных танцев Республики Казахстан мы хотим, чтобы вы у нас танцевали. На тот момент я просто нет, чтобы я танцевала, я не умею как это делать. Но они настояли не, не, попробуй, приходи, посмотри. Потом я пошла на первую репетицию. Говорю, ну ладно, давайте посмотрю, что получится. И все, и так я уже пять лет там. Это все меня затянуло. И вот мы шестикратные чемпионы Казахстана уже. И вот призеры международных турниров три раза были за границей. В Финляндии были в финале. В Польше тоже заняли второе место и вот в Японии. Сейчас вот собираемся на чемпионат мира в Италию. Вообще сложно ли танцевать на коляске? Вот, например, может быть, сейчас будет видеть наши зрители и кто-то, может быть, действительно девушки, которые на колясках захотят тоже участвовать в таких парнярах. Вообще, я, конечно, хотел бы, чтобы как можно больше людей участвовало, потому что большинство, большой процент людей на колясках, они все равно сидят дома, особенно в регионах. Хотелось бы, конечно, чтобы как можно больше людей, если увидят, да, эфир, кто-то захочет танцевать, кто-то захочет, не знаю, стать актером в инклюзивном театре. На все есть, есть возможности, да, можно пойти, можно принимать участие. Сложно ли это? Ну, мне до сих пор не бывает такое, чтобы я идеально что-то сделала. Ну, это же всегда у всех, я думаю, нет такого, чтобы прям было все идеально. Каждый раз мне тренер всегда все равно говорит, вот тут не так, голову у нее туда повернуло. Это и не сложно, и нелегко. Вот так. Ну, пробовать можно, почему бы нет? А потом можно сказать, буду я это делать или не буду. А вот именно вопрос по ошибкам. Многие люди, даже здоровые люди, боятся делать первый шаг. И часто они боятся не первого шага, а боятся, что сделают ошибку. Или при первой же ошибке сразу сдаются. Да. Вот как у вас получается именно не сдаваться, идти дальше, и что бы вы сказали как раз нашим зрителям, чтобы они не боялись этих первых ошибок. А почему человек вообще, говорят, боится сделать ошибку? Потому что с детства нас приучили, что мы должны быть отличниками, молодцами, да? Не знаю, приходить домой с пятерками. И вот это чувство перфекционизма, наверное, у многих заложено. И даже если ты совершил ошибку, ну, это моя ошибка. Если даже надо мной кто-то посмеется, ну, это его проблема. Все, что, как говорится, все, что вы видите во мне, это ваше. Все, что я вижу в вас, это мое. Поэтому, если я сделала ошибку, ну, окей, сделала ошибку, я еще раз попробую. Зачем этого бояться? Не нужно. Если ты хочешь, пробуй. Если не хочешь, это другой вопрос. Это вопрос права выбора, да? Да, скорее всего, да. Вы очень многогранная, да? Вот для вас что еще интересно? Может быть, мы не сказали те направления, которые для вас интересны, или вы изучаете, возможно, или хотели бы заниматься еще? На этого вопроса нет ответа, наверное, не знаю. Когда бывает, как-то поступают предложения, то я всегда говорю, да, это мой девиз, да, потому что попробую, не понравится, ну, не понравится, да. Но пробовать, когда тебе какие-то возможности, поступают предложения, почему нет? Вот. Я очень, я помню, хотела быть ведущей, я, помню, стала, я проводила олимпиаду, паралимпиаду. Без погружения каких-то там сложностей, когда вот, ну, например, обычные здоровые люди, они в любом мелочи могут увидеть сложность, и прям, да, да, да. смотря на это, они отказываются от каких-то дальнейших действий. А вот, видя вас, это вот именно внутренние отношения. Ну, да. Откуда оно? Это, наверное, скорее всего, чтобы я не переживала, что обо мне думают. И я включила, наверное, это чувство, да, или что это. И отключать осуждение людей? Да. То есть чужие мнения. Если бы раньше, да, раньше, например, на меня действовало, кто там что скажет, да, кто там как посмотрит. В этом же проблема всех людей. Кто как на коляске, так и здоровых людей. Все хотят быть идеальными и надевают маски. Вот. И ну, я чувствую пофигизм, наверное, поэтому меня и включила, чтобы ну, мне все равно, что вы скажете. Типа такого. Я и так идеально. Ну, как без него? Скажи, прожить, если, например, если ходить и смотреть, кто тебе что скажет. Это значит, ты пытаешься прожить чужую жизнь под чужими какими-то убеждениями, суждениями. А ведь именно люди в этом и застревают? Вот и застревают. Вот поэтому и не надо застревать. Поэтому и надо как-то стараться жить так, как тебе хочется в первую очередь. это не эгоизм, а вот именно здоровое. А ну, может быть, эгоизм. Я не знаю. Ну, а в чем здесь эгоизм? Эгоизм в том, что я веду себя, как хочу. Или живу своей жизнью. Да. Но это же нормально. А вот вы разносторонний человек как личность, как сформировавшаяся личность. Вы чемпионатка мира, скажем так, по паротанцам, да? Блогер, активист. Вот скажите, когда про вас говорят, ну, получат и телеведущие, да? По-разному, да, у вас. Вот, когда говорят Фируза, Калюкова, вот это кто? То есть одним словом если описать. Ну, я как сказала, наверное, я хочу мотивировать. Это самая первая причина. Я хочу помочь как можно большему количеству людей. И если кому-то я помогу, как я сказала, словом, действием, поступком, то это уже круто. Одним словом, наверное, это как мотиватор, наверное. Пускай будет так. Красивый мотиватор. А у вас есть мечта? Мечта? Я хочу, чтобы у меня сын вырос достойным гражданином. Он сейчас у меня учится в университете на первом курсе. И вот моя мечта, чтобы он нашел свое место под солнцем, нашел свою половинку, ну, вот, чтобы его жизнь, наверное, устроилась, потому что про свою я как бы не могу пожаловаться ни на что. У меня, наверное, есть все, что я как бы хотела, что я хотела сама. Вот. Все, наверное. Ну, вы сказали про мечту как мама. Да. А именно как личность сама, как Фируза. Ну, возможно, у вас есть планы, какие-то цели. Ну, одну из таких, да, могу сказать, то, что вот я сказала, я хочу какую-то такую проекцию знать, которая поможет людям. Нет. это, во-первых, какое-то что-то было глобальное хотя бы на уровне Казахстана именно для регионов помочь. Потому что те, которые люди живут в Астане, мне кажется, они уже получают максимум, что может дать государство. Я, конечно, не говорю сейчас про этих наших до сих пор излюбленных тем, наших доступностей. А вот именно для регионов у нас, например, был один танцор, который тренировался дома на стуле. Он в Уральске живет. Вот. Как можно на стуле тренироваться? Потому что у них нет такого паралимпийского центра, как у нас. То есть для регионов это прям проблема большая. Вот. Вот это одна из моих целей как личности, наверное. Вот. Потом я хотела бы, конечно, еще и в роли ведущей еще поработать. Я вела олимпиаду, паралимпиаду в Токио, Пекин. Вот это у меня был классный опыт, который мне до сих пор как бы запомнился, наверное. Ну, это чисто для себя то, что я сейчас сказала. Вот и для себя. Проект для людей. И как мама. А вот сейчас очень много говорят, что это, наверное, и тренд начинающийся, который происходит в Казахстане, так же, как и наша передача. То есть у нас часто говорят про развитие инклюзивного общества. Вы как личность, как человек, который знает эти проблемы изнутри. так же вы вроде работали в Министерстве труда и социальной защиты. Вот как вы считаете, с чего надо начинать именно эту работу? То есть есть ли какие-то упущения? Возможно, вы бы, может быть, есть ваш взгляд, где бы вы, возможно, что-то добавили? Когда я работала в Министерстве, было так много мне писали, что вот там ничего не делается и там все просто как бы слова. Но я видела, что на тот момент как раз они разрабатывали соцпорталы. Все равно я считаю, что у нас, конечно, многое сейчас делается. Чтобы я... Вот для меня лично проблема это пантус. Вот я ни на что не могу придраться в нашем городе. Я уже не говорю про другие города, когда я езжу, это там вообще не то, что пантус, там асфальт не бывает. А вот для меня, что я не могу сама из точки А добраться до точки Б, это прям напрягает. Ну, это же... Вы же понимаете меня правильно? Да. то есть самой я нет, я не смогу. Мне надо кого-то просить. Вот это только то, что меня удручает, наверное. То есть проблема мобильности, проблема передвижения. Мне главное, да, это не только для людей, которые, например, на коляске. Это, например, эти пантусы даже нужны для пожилых людей, для мамочек, кто ходит с коляской по городу. для всех, это просто для всего города, для всей страны, наверное, проблема наша. Наша программа называется «Вечные ценности». Какие ценности являются вечными для вас? Ценности? Что для меня ценно? Ценно это, конечно, семья и ценно качество людей. Такие, как доброта, отзывчивость, дружба, преданность. Ну, сама ценность, наверное, это, в котором я сама пытаюсь придерживаться и приветствую других людей. Конечно, это моя семья, мой сын. Вот, самые ценные, что может быть у людей, мне кажется, у всех, для всех семья в первую очередь. Ну, спасибо большое, Фируза, за то, что сегодня были у нас гостя в студии. Спасибо, что позвали. Да, пусть эта программа наша будет такой мотивирующей для наших зрителей. И действительно, ну, хочется пожелать вам успехов, творческих успехов. Спасибо. Взаимно. И энергии, чтобы вы созидали. А на этом мы заканчиваем. До новых встреч. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова